Привет! Среди своих учеников по математике я не раз замечал такую вещь, когда ученик решает, к примеру, сложную задачу, которая, знаете, вот в одно действие не решается. Вот есть, допустим, большая задача, а внутри нее есть еще какая-то подзадача, подзадача 1, а внутри нее, допустим, еще подзадача, подзадача 2. И вот когда ученик переходит на подзадачу, например, подзадачей является решение квадратного уравнения. Он такой, о, квадратное уравнение, клево, там, например, о, замечательно, так это я знаю, это легко, через дискриминант, такой, считай, дискриминант, x1, x2, такой, о, ответы получились, прикольно, и пишет ответ задачи. Пишет ответ, и пишет эти ответы. У кого прикольно, я задачу решу. Кажется немножко смешно, но такое часто очень бывает, когда ученик, решая большую задачу, увлекается, концентрируется на маленькой подзадаче, и теряет вот эту общую картину. Теряет общую картину, теряет, собственно, задачу. И приходит к неверному ответу. Как этого избежать? Этого можно избежать. Мой такой совет, когда вы решаете, например, подзадачу какую-то, например, вот эту вторую, можно как-то и так и написать, решим подзадачу номер два. Такую-то, да? Чтобы найти вот то-то. То есть пишем, что мы решаем, что мы сейчас хотим найти. Обычно этого не пишут, потому что лень, это же надо дополнительное усилие делать, это же надо дополнительные слова писать, это же время надо тратить. Неохота. И кажется, зачем я буду себе сейчас усложнять и так сложную задачу, сложное решение. Но если так рассуждать, действительно можно попасться вот в эту ловушку. Ловушка подзадачей. А такие вот фразы дополнительные, они как бы такие сигнальные флажки. Они говорят, что мы решаем сейчас. Что мы сейчас найдем. Да? И таким образом можно избежать вот этой ловушки и не попасться в нее, и все-таки решить нашу исходную задачу, которую нам необходимо решить. Вот. Спасибо. Что-то еще подознал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.